здравствуйте уважаемые слушатели сегодня мы с вами начинаем очередное чтение лекции по дисциплине философия сегодня мы с вами будем рассматривать тему под названием этика философия ценности вообще запланировано четыре вопроса первый вопрос касается аксиологии и нравственности основы теории ценностей второй вопрос звучит этические категории будем рассматривать долг благо сущее и должное совесть и свободу третий вопрос золотое правило конфутия категорический императив иммануэла канта и самый последний вопрос понятие ценностей классификации ценностей виды виды ценностей то есть материальные и духовные ценности но перед собой мы поставить поставили цель дать целостное представление об этике и определение ознакомления студентов с этикой как науки о морали и и сущности специфики и законах его то есть ее развития этика вы прекрасно знаете эта часть философского знания она существует испокон веков то есть со времен сократа многие ученые и сократ и платон и аристотель рассматривали своих трудах проблемой этики вообще-то когда речь идет о философии мы говорим что эта философия наука о мудрости да а этика это стремление к жизненной мудрости это стремление к мудрому поведению здесь основные задачи этики заключается в том что в первую очередь она описывает мораль то есть нравственные ценности описывает нормы и отношения которые существуют в данном обществе во вторых она объясняет что из себя представляет мораль научно обосновывает сущность специфику законы и механизмы да ее функционирование и в-третьих она начинает обучать моральным ценностям то есть она морально воспитывает прививает определенные моральные представления и принципы ну конечно термин этика то есть происхождение древнегреческое это слово это первоначальное значение да это привычное место проживание дом человека или жилище птичье гнездо и так далее то есть почему взаимосвязывает с очагом проживания то есть получается чаще всего человек или скажем любое существо получает воспитание внутри гнезда поэтому вот так рассматривается данная проблема существует такое понятие внутри этической науки это понятие называется поступок поступок это сознательное действие это акт самоопределение об человека в котором он уже утверждается как личность не только самому себе он утверждается как личность группе или общество да здесь когда мы рассматриваем главные вопросы этики да здесь получается необходимо нам определить что такое хорошее поведение или же определить что именно делает поведение правильным и неправильным да то есть получается в этом плане моральное поведение человека занимает основополагающее место в этике это этика как рассматривается этика рассматривается как учение о морали здесь мораль это мера господство человека над самим собой это ответственность человека за совершенные поступки собой то есть получается ну здесь можно мы здесь на слайде показали мораль можно кратко определить как вот можете сами прочитать это господство разума над аффектами она еще определяется как стремление к высшему благу определяется как определяет как добрую волю способность жить в человеческом обществе и так далее и так далее но отцом этики называют аристотеля причем потому что именно аристотель обосновал этику как науку у него есть такие труды никомахова этика и в димово этика большая эти когда в этих трудах он рассматривает проблемы связанные с этикой кроме того он ввел термин этика выделил этики от других наук обозначил отличительные признаки этики да он впервые дал систематическое изложение этики то есть получается он рассматривает этику как прикладную науку она нравственности как науку о добротителях вообще-то этика считается как скажем как раздел философской науки которая занимается практической философией у нас второй вопрос касается этических категорий мы в этом слайде уважаемые слушатели поставили ряд этических категорий вот как долг благо сущее и должное совесть свобода да и конечно скажем плохое или хорошая да это тоже сугубо этическая категория эти категории в основном отражает внутреннюю структуру этики то есть получается долг это внутренно принимаемое добровольное обязательство обязанность человека освещенная с его совестью это одна из основополагающих понятий этики подразумевающее что поступки человека совершается на основе нравственно мотивированного давления то есть получается человек разумно совершает поступки да здесь когда о долгих идет да вот больше всего о долге писал конфузии да вот гражданский долг патриотический долг воинский долг то есть долг человека перед родиной долг человека перед скажем богом и так далее и так далее есть категория которые нашли отражение в казахской философии и эти категории код ханагат таби адлет сабар то есть это терпение это это благо это чувство удовольствие до чувство дозволенности знать беру за то есть вот эти категории были обоснованы на в казахской степи далее когда мы рассматриваем у нас еще один вопрос касается золотого правила нравственности да и категорический императив иммануэла канта когда мы рассматриваем золотое правило нравственности то мы должны понять что на разных уголках мира появляются разные учения одновременно которые почти схожие до между собой это время по мнению карла ясперса да называется осевым временем это начинается с 5 4 века до нашей эры где были были заложены фундаментальные основы ценности была заложена основа науки культуры искусства и так далее вот посмотрим вот эти фундаментальные ценности или правила нравственности были заложены древнем китае конфуция древней инди буддой в древней греческой философии да в философии семи мудрецов то есть получается они схожие и призывают людей к добропорядочности до честности человечности если возьмем учение конфуция да о том что необходимо соблюдать некую некую середину которая называется золотой серединой не делай того другим чего сам себе не пожелаешь то вот это основное жизненное кредо конфуция то есть получается конфуции свое время поставил или скажем обосновал основополагающие нравственные принципы человека первый из них например принцип же называется человеколюбие до необходимо любит это человека любит всех и самое главное сострадание должно быть должно быть должно иметь место да человек принципов конечно очень много этических же или цзюнцы то есть принцип скажем благородного мужа то есть получается конфуции а в основал основополагающие этические ценности которые стали основой этики дальнейших поколений до сих пор скажем китайцы корейцы японцы и даже мы тоже читаем учение конфуция да и начинаем исследовать его скажем великое наследие кроме того существует некий категорический императив который был обоснован в творчестве немецкого философа эммануэла канта когда мы рассматриваем труды эммануэла канта у него есть специальные труды посвященные проблемам этики первый труд называется критика практического разума еще один труд называется метафизики морали да метафизика морали то есть здесь вот в этих трудах он обосновал категорический нравственный императив по-другому это нравственное предписание человеку которую он должен выполнить у эммануэла канта существует такое изречение надо мною звездное небо в моем сердце закон морали то есть получается как человек имеющий разум а наша обязанность в этом мире исследовать закономерности этой природой исследовать мир а как человек имеющие правила и принципы мы должны подчинить свой разум определенным скажем предписанием которые были обоснованы да в обществе обоснованы в трудах скажем эммануэла канта что из себя представляет нравственный императив это предписание которую человек должен обязательно следовать за ними да есть нравственные предписания которые относятся к скажем самому человеку есть нравственное предписание да которые относятся к обществу то есть не убивай самого себя сохранить свою жизнь заботы о своем теле это нравственное предписание которые относятся к самому человеку есть нас ведь нравственное предписание которые относятся к обществу да не надо ущемлять права других людей нилоги и не надо воровать и так далее и так далее теперь нам осталось рассмотреть разделы этики да ну конечно современной этики существует очень много разделов мы условные там основополагающие разделы на этом слайде показали вам нормативная этика которая занимается поддержанием в обществе основополагающих нравственных ценностей до создание норм поведения в обыденной жизненных ситуациях да и скажем разработка доводов аргументации доказательств она направляется в основном на обоснование правильной жизни есть теоретическая этика она рассматривает мораль как особое социальное явление выясняет что это такое чем мораль отличается от других социальных явлений она направлена на познание морали и самое последнее практическое да этика она связана с частными ситуациями то есть получается она занимается изучением частных проблем и применение моральных идей и то есть в обществе то есть туда относится медицинская этика мы тоже туда можем отнести юридическую этику мы можем туда отнести скажем экологическую этику то есть подразделов прикладной этики очень много но у нас самом начале стоял вопрос аксиология да что она себя представляет аксиология это учение о ценностях она изучает природу ценностей но мы чаще всего называем вещи которые для нас общезначимые да которые имеют существенное значение в нашей жизни аксиологии это наука недавно которая сформировалась то была обоснована во второй половине 19 века аксиология также является частью философской науки и когда мы изучаем на что она именно основывается она в основном основывается на потребности общества на интересы и традиции общества но что себя представляет ценность вот этот вопрос тоже является основополагающим вопросом аксиологии но когда мы рассматриваем этику и аксиологию это взаимосвязанные и взаимодополняющие сферой то есть получается многие скажем поступки определяется вот ценностями до ценность и скажем поступок ценность и благо между собой взаимосвязанные явления что такое ценность ценность есть особое качество которое связано с объектами и субъектами да то есть получается их не здесь характеризуется единственность сюда единство и какого она какое место она занимает в обществе когда мы рассматриваем проблему ценности мы должны понять что самая высшая ценность на земле это человек его жизнь выше человека выше его жизни да ничего в этом мире не существует первые в научный оборот ввел понятие ценность европейские ученые лодз виды ценности мы видим да на слайде материальные ценности духовные ценности да но под материальными ценностями мы подразумеваем прежде всего все что существует в обличии то есть вещей это предметы это то есть получается дома быть это наша материальная культура это машина это компьютеры и так далее так далее духовные ценности получается это философия это религия это культура это мышление человека все что связано с наукой с искусством с культурой мы называем духовными ценностями но существует теоретическая до высший уровень скажем философской аксиологии это теоретическим ска логи и есть прикладная аксиология но когда мы рассматриваем прикладную аксиологию да она в основном проявляется в обществе да то есть получается в прикладной аксиологии можно отнести и теории которые включают в себе комплекс идей и философских и психологических и антропологических медицинских и так далее но современном мире существуют такие разделы прикладной аксиологии как танатология филиситология аритология или диантология вот например танатология учения о жизни смерти и бессмертия да а диантология учение о должном учение о долге да то есть получается это по-другому можно сказать учение о сверх должном в поведении и в поступках человека так уважаемые студенты мы сегодня с вами рассмотрели ряд проблем этики проблем аксиологии эти проблемы занимает особое место не только в обществе но вашей жизни да наша цель направит вас в правильное русло конечно мы через эту лекцию хотим повлиять и прививать вас скажем хорошее поведение хороший вкус и также подобное спасибо большое вам за внимание в дальнейшем мы будем продолжать чтение лекции по философии и и и и и и и